Привет всем! Перед тем, как начать, хотел сделать такое обращение, то что объяснить что-то такое, с чем это едят. Много есть такой информации, которую говорят всякие игроки, которые пишут в интернете, и которую мало кто проверяет, и этим я хочу заняться. Сегодня мы будем говорить о фарме, где лучше фарм на линии, либо в лесу, и у нас будет три варианта. Первый вариант это мы будем стоять на линии, мы спокойно качаемся, нам никто не мешает, и мы посмотрим, сколько мы нафармим на Мидас. Если стоять соло на линии и вам никто не будет мешать, с учетом того, что вы добиваете крипов более-менее, то вы нафармите на Мидас до 6 минуты. Ну, 6 плюс 5 секунд где-то так, может раньше, если нормально фармите. Второй способ это мы идем в лес, у нас три рядом с потом, мы пытаемся меньше бегать и качаемся фурой, самым лучшим фармером в лесу. В итоге выходит то, что при фарме мы в лесу, мы тратим 7 минут 18 секунд. Кто-то скажет, небольшая разница, но минута 18, плюс с учетом того, что крипы спаунятся на 30 секунд, это мы пропускаем уже один пак. Даже если вы через 30 секунд, все равно выгоднее качаться на линии. Так вот, если вы умеете добивать крипов, и вы хорошо умеете стоять на линии, то если увидите пустую линию, то сразу бегите на нее. Погресс многие игроки делают и говорят то, что фарм в лесу намного лучше. Вот и третий вариант, я его думал вставлять, не вставлять, но пусть он будет, потому что так видео получится не меньше 3 минут, а так я еще что-нибудь скажу и выскажу по поводу этого способа. Этот способ для самых ленивых, и мне кажется многие знают этот способ, но скажу сразу, самый бестолковый, самый глупый и самый способ для ленивых, потому что если у вас даже, вы заранее купите перчатку, вы будете тратить больше времени даже из-за того, что у вас уже есть перчатка, но все равно вам придется больше тратить времени на рецепт, так что лучше бегайте, а не сидите так. И плюс тут еще и отвезение, если вам не повезет, то вы будете загрызаны крипами, а если повезет, то будете просто тапешиться туда-сюда и качаться. Итог того, что при таком фарме вы потратите 7 минут 47 секунд, это с учетом того, что если вас будут убивать, и просто жесть, короче, 7.47, думайте сами. Это самое долгое время в придачу то, что у вас есть перчатка. Перед тем, как высказать свое мнение по поводу вот этого мифа, хочу прорекламировать небольшой сайт. Сайт с кино, где есть все, то есть там есть радио, есть ТВ онлайн, есть хороший поиск по интернету, есть хорошие комедии и вообще любые фильмы. А если нет вашего фильма, то есть ссылка на администрацию, которую вы можете написать, и она выложит любой фильм. Ссылка в описании, заходите, если хотите посмотреть какой-то хороший фильм. Что можно сказать по поводу этого всего? То есть, если вы будете стоять на соло линии, вы нафармите все за 6 минут, ну точнее на Мидас, если вы будете стоять в лесу спокойно бегая, вы нафармите 7.18, а если вы будете качаться линейного способа, вы купите сразу же перчатку, то вы потратите 7 минут 47 секунд. Что можно из этого понять, то что соло фарм намного лучше. И если у вас есть свободная соло линия, то всегда выбирайте ее. Если у вас есть вариант либо пойти в лес, либо стоять соло на линии, то лучше пойдите соло на линии, конечно вас будет немного гонять, вас будет немного бить, но вы намного быстрее нафармите. Если тем более вы еще в продачу и дальней, то он будет очень хорошо стоять на соло линии. И кто говорит то, что лес лучше, вот вам хороший пример, то что нифига не лучше и лучше стоять на онлайне. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если есть какие-то мифы, пишите вконтакте, ссылочка есть в описании. И если вы хотите заказать очень дешевую рекламу, то тоже ссылка есть в описании. Все очень дешево и по разумным ценам. И до новых встреч.